Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров и Ческом.ру. Сегодня говорим об онлайн олимпиаде, о топ-дивизионе, который определял 8 лучших команд для финального нокаута. Итак, обо всем по порядку, ну а начнем мы, безусловно, с партии. Итак, вот перед вами сейчас партия лидеров команд сборных Венгрии и Египта. И вот хотел показать вам небольшую зарисовку, которая случилась в этой партии. Известной теоретической позиции Ахмед Адлы, талантливый тактик сборной Египта, отправил ладью на Аш-5. И вот эта ладья на Аш-5, достаточно экстравагантная ладья, как мы позже ее окрестили ладья Адлы, здесь осуществила немалую работу. Несмотря на ее достаточно шаткое и неустойчивое положение, она может быть атакована при случае пешкой Ж, что, в общем-то, белые и хотели осуществить. Эта ладья имеет, на самом деле, достаточно серьезную проворность. Итак, конь Е4, слон Е3, ладья Б5. Мы видим, что ладья по пятому ряду просто шурует во всей красе. И после некоторых разветвлений мы видим, что у черных образовалось две лишние пешки. Впоследствии Томаш Бануш не смог здесь ничего осуществить. И, более того, оказалось, что черные таким вот маневром выигрывают целую фигуру. Очень быстро все здесь закончилось. Посмотрите, какой классный ход ладья Д8 осуществил. Египетский шахматист с угрозой отскоков слона. И вот определенные перегрузки уже белые испытывают. После хода слон С6 ферзь не успевает защитить все фигуры. Приходится играть ферзь Е3, а здесь еще одно нападение конь Е4. Вот такие вот связки-перевязки жуткие от египетского шахматиста. Пограживает еще и ход слон С5. К тому же и после разменов ладья С4 выяснил, что фигуры не стало. И команда Египта праздновала победу в этой партии. Сейчас мы смотрим на партию матча Россия-Италия. Андрей Осипенко, играющий белыми, встречался с итальянским шахматистом, молодым Франческо Соннисом. И Франческо Соннис сделал неаккуратный ход слон С6. Он защищал пешку на Б6. Обратите внимание, ферзь со слоном атаковали пешку. И этот ход оказался неудачным в связи с тем, что белые нанесли достаточно классический удар. Это ход конь Д5. Конь Д5 очень классный ход. Ладья. Ферзь стоял под рентгеном. И в случае взятия на Д5 она открывалась. И фигура как минимум отыгрывалась. А с ней и в общем-то и партия. Потому как конь С2 сразу же направлялся бы на Д4, занимая либо поле Ф5, либо белые бы захватывали еще дополнительный ряд полей. Ну и в общем позиция черных развалилась бы сразу. Но Франческо съел слоном. Это не помогло ему. Потому как после ухода ферзя на Д7 белые пробили поле Ф5. И в дальнейшем очень быстро довели партию до победы. Сейчас мы посмотрим, как это произошло. Взятие. И очень тонкий классический мастерский ход H3. Помимо того, что произведена форточка, белые обладают всеми прелестями позиции. Черные играют Б5. Занимают Андрей поле Ф5. Здесь конь совершенно уникален. Его невозможно отсюда сбить. И после ладья Ц6 пассивную оборону черные приняли. И ферзь Ц8 произошел переход в техническую позицию ходом слонга Т5. Играть пришлось ДМ. И после ферзь Д2 линия Д захвачена. Ферзь готов врываться в район поля Д5, Д8 либо Д7. Ряд страшных полей в лагере черных. И после ферзь Е6, ферзь Д8. Восьмой ряд оказался слабым. Нет времени теперь на ход ладья Ц8. Из-за классического отвлечения хода конь Е7. Вынуждает ферзь Б7, тогда ферзь Б7 Ц8. А это означает то, что черным приходится капитулировать. Ладья зашла на Д7. И после короля Ж6 последовал несложный мат в три хода. Взятие, шах и элегантный моток Ж4. Моток пешечки, господа и дамы. Следующий пример из партии Дани Дубова с Александром Донченко. Молодой гроссминистр из Германии. Встречался уже, можно сказать, с многоопытным Мавром, Зубром и всей Руси и всего, наверное, мира. В том числе, Дани Дубову. Итак, конь А4. Белые сделали достаточно неудачный ход. Стоило подумать, может быть, о какой-то форточке, не знаю, Ж3 или А4. Или, быть может, впоследствии как-то улучшить положение слона. Ну, в общем, ход конь А4 позволил черным организовать достаточно классическую идею, связанную с ходом конь С4. И выясняется, что теперь у белых появляются трудности. Белые взяли. И после ДЦ оказывается, что брать на С4 нельзя. Из-за такой вот комбинации. Б5, ферзь Б5, СБ, ладья БЦ, С7. Ну, и здесь, конечно же, не Ба, а промежуточный ход слона Д8, который выигрывает фигуру. Так не последовало, безусловно, и пришлось уходить на С2. В этом случае, после хода ладья Д8, черные сохраняют все идеи, связанные с Б5. И впоследствии, в общем, так и было в партии. Черные образовали прекрасную конструкцию на ферзевом фланге. Эти пешки могут двигаться дальше. Особенно в Эншпиле. И несмотря на то, что у белых на одну пешку в центре больше, эта пешка не двигается. Пешка Е в центр не работает. Соответственно, черные имеют право на движение пешки С. Б3 и конь Ж4. Классный ход от Даниила, который очень серьезно тревожит королевский фланг. Приходится играть Ж3. Никаких Х3 либо конь Ж3 в этом случае не было. И после СД ЕД ладья Ц8. У черных очень сильная проходная пешка, за которой нужно следить БЦ БЦ. Она образовалась. Она может идти. Также есть слабое поле перед изолятором белых. И после ФРС А4 последовал колоссальный ход конь Е5. Очень красивый ход. Конь направляется как на Д3, так и на Ф3. Ну и приходится его уничтожать, потому что иначе бы он нанес очень немало урона. В этом случае ворвалась ладья на второй ряд. И после конь Ф4 и Ж5, по сути дела, партия приходит к технической реализации. Потому что у белых плохие фигуры и очень много проблем. То есть объект на Ф2, слаба на Е5. И, в общем-то, белые готовы распрощаться, испортить немножечко структуру черным. Но после этого, после централизации ферзя на Е5, мы видим, что все фигуры черных заняли отличные позиции. Черные готовы как С3, так и просто сыграть слон Б6. Продолжить инициативу. Ладья С1, С3. Брать никогда нельзя на С3 из-за взятия на Ф2. Поэтому приходится терпеть ходом конь Е1. И после слона Б6 тотальная доминация, который, в общем-то, Даниил привел в свои пешки еще в движение. И разорвал позицию ходом Е3. Обратите внимание, как все здорово, как все по нотам. Шикарно. Комар носу не поточит. Ферзь Е4. Еще последний, по сути дела, ход в партии, который завершил классическую победу в позиционном стиле от большого шахматиста. Очень хороший пример, друзья. Полезный для многих. Ну и последний, пожалуй, пример, который тоже был весьма энергичен. Он был сыгран молодой шахматисткой из Казахстана. Казахстан блестяще выступил в своей группе. Сейчас мы поговорим о результатах. Но прежде всего пример. Итак, Бибисара Субаева играла против другой очень сильной шахматистки, одной из призеров чемпионата Европы, Анна Сарксян, команда Армении. Пожалуй, сенсационная, которая не смогла выйти из своей группы. И вот в этой известной теоретической позиции черные пошли достаточно скверно. Это взятие на Е4 вместо хода Е5, после которого, по большому счету, у белых не так много перевеса. И после взятия на Е4, вот эта позиция известна тем, что белые набирают здесь очень много очков. Ферзь С7, такой достаточно вариант пассивный для черных. Очевидно, что здесь были, видимо, проблемы с исторической подготовкой. И после слона Ж5 черные ушли еще конем на Д7. Белые начали свой достаточно дармовой заец, как говорят в таких случаях. Итак, прощупывала Бебисара поля, черные поля. И, в общем-то, все фигуры находят все свои логичные места. И проведение Д5. Пешка Д образуется очень сильная. И черным очень непросто развиваться. Приходится бить. С, Д, слон возвращается на блокадное поле. Но в этом случае мы видим, из-за достаточно скверного развития, проблемы черного короля обнажены до нельзя. Итак, ладья Д8, ферзь С3. Опять-таки идет нападение. Видите, темповая игра. Приходится еще дополнительное ослабление. Ход Ф6 сделать. В этом случае потрясающий ход. Слон Б3. Неожиданный и очень красивый одновременно. Идея этого хода будет видна на следующем ходу. Конь привязан к защите пешки Ф6. Поэтому он не двигается. Приходится играть Б5. И теперь заход ладьи на Е7. Вот здесь выясняется, в чем же была идея задумка хода слон Б3. А идея в том, что брать ладью нельзя из-за хода Д6. Приходится играть С4. В этом случае ладья проникает на Ж7. И затем конь проникает на Ж5. Мы видим, как все темпово, как все красиво. Грозит мат в один ход. Черный защищается от этого мата. Но приходит конец, как говорится, с другой стороны. Взятие на Ф8. И после слона Ф8 ферзь подключается с Х3. Опять-таки угрожает как ладья А8, так и ферзь Е6. И по большому счету партия завершается вот таким вот разгромом. Тоже отличный пример на тему развития атаки. На тему преимущества в развитии. Ну и в общем-то давайте перейдем к результатам. К итогам топ-дивизиона. И поговорим о группах. Итак, группа А. Как я уже сказал, сенсационное выступление сборной Армении. Сборная Армения не смогла попасть даже в тройку. Отличным результатом, безусловно, стало выступление сборной Казахстана, которые выиграли 8 своих матчей, оставив на второй строчке сборную Китая. Представительную сборной Китая, который вел день лежи. Команда Китая, проиграв два матча, осталась на второй строчке. Но напомню, что из каждой группы выходило по две команды. Ну а Иран, Индонезия, Армения расположились вслед за ними. В группе Б здесь тоже, можно сказать, произошла сенсация. И сборная Азербайджана не смогла попасть на вторую строчку, заветную, оставшись за бортом призеров. Индия и Венгрия хорошо выступили, очень плотно выступили. И сборная Индия без поражений прошла дистанцию. Ну а сборная Венгрия только лишь в стыковом матче против Индии оступилась, не дав никаких шансов другим сборным подобраться к себе, набрав 15 командных очков. Группа С, где выступала сборная России, в общем-то, была достаточно предсказуема. То есть Россия и Украина были фаворитами в этой группе. Россия выиграла все свои матчи. Ну а сборная Украины в этой группе, конечно, некоторым образом подфартила, так как последний матч со сборной Испании был очень непрост. Могло шапнуться в любую сторону. И буквально на флажках все-таки Украине удалось выиграть заветную партию. Мария Берник принесла победу в матче. И сборная Украины проходит в нокаут. Так, группа Д, наконец-таки, завершающая группа. Здесь без сенсаций, можно сказать, сборная Польши и сборная Соединенных Штатов Америки проходят уверенно в финальный нокаут, где уже есть жеребьевка. Китай будет встречаться с Польшей, Индия с Украиной, Венгрия, Россия и Казахстан Соединенных Штатов Америки. Ну что ж, друзья, надеюсь, было интересно. Болейте за свои любимые сборные. Желаю всем успеха. Играйте в шахматы. И не забывайте подписываться на канал Ческом.ру. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока.